Безопасность на дороге одна из главных тем этой недели, ведь в Рязани стартовала всероссийская акция сложности перехода. Это ролики социальной рекламы, викторины для водителей и школьников, профилактические рейды и многое другое. Комплексный подход используют для того, чтобы снизить число ДТП с участием пешеходов. По данным сотрудников ГАИ, в прошлом году на дорогах погибли более тысячи пешеходов, причем каждый третий наезд был совершен на пешеходном переходе, единственном месте на дороге, где человек должен чувствовать себя в безопасности. Говорят о том, что практически половина наездов для пешеходов, 47%, происходит по их собственной осторожности. Основные причины – переходные пешеходного перехода, даже если он находится рядом, игнорирование подземного перехода, десантный выход на дорогу и за припаркованной машиной. Фактически получается, что пешеходы даже добросовестным водителям не дают шанса избежать аварии. Именно поэтому обучение правилам дорожного движения начинается еще в школе. Помимо бесед и игр по станциям, используют и более наглядные форматы, такие как автоплощадки. Они работают на базе школ города и области. А вот большой автогородок со множеством знаков и техники может появиться в Рязани уже в этом году. Российский союз автостраховщиков выделит миллиард рублей на строительство подобных объектов в 10 регионах страны, в том числе и в Рязани. Особое внимание будет уделено и обустройству пешеходных переходов. Помочь в этом теперь может каждый. Для этого нужно зайти на сайт бездтп.ру и щелкнуть на баннер «Активный пешеход. Безопасный переход». Здесь вы найдете красочную инфографику, на которой в доступной форме изложены нормы и правила требования к регулируемым и нерегулируемым пешеходным переходам. Смотрите на то, где вы находитесь, чем часто пользуетесь и дальше можете отметить те проблемы, которые вы видите и отсутствуют в настоящий момент на той площадке, где вы находитесь. После чего я даю эту заявку, все эти материалы аккумулируются и по накоплению определенного количества материалов они будут в едином виде переданы руководству субъектов для того, чтобы, собственно, помочь с помощью гражданского общества, а также внести определенные рекомендации и щелкнуть контроль за состояние зоно-пешеходного перехода. Активность граждан крайне важна, ведь именно они каждый день могут наблюдать реальную ситуацию на дороге и корректировать ее в сторону безопасности, чтобы аварии жертв стало значительно меньше. Продолжение следует...